В Красноярске стартует уже ставший традиционным ежегодный фестиваль Театральный синдром. У горожан и гостей города будет возможность попасть на гастроли лучших российских театров. Начнется фестиваль с постановки Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета Кабаре Брехт. О спектакле и в целом о фестивале мы поговорим с нашей утренней гостьей. У нас в студии сегодня Елизавета Крохина, пиар-директор фонда Михаила Прохорова. Елизавета, доброе утро. Доброе утро, рад вас приветствовать. Да, действительно прекрасное событие, постоянно уже какой раз, кстати, проходит в нашем городе, но тем не менее хочется, чтобы еще и рассказали заодно о том вообще, как началась история этого театрального синдрома, потому как он не в Красноярске вообще зародился. Да, совершенно верно. Вы знаете, если вести какой-то счет, то мы уже сами со счета сбились. Дело в том, что вообще поддержка театра, актуального современного искусства, это одно из приоритетных направлений деятельности фонда Михаила Прохорова. И, собственно, театральный фестиваль, который назывался Норильские сезоны, и название понятно, что он возник в Норильске. Да, это был один из первых проектов фонда в 2004 году, когда и был создан фонд. Потом постепенно география деятельности расширялась, стало понятно, что театр востребованный в других регионах, и в частности в сибирских, возник фестиваль театральный синдром. И в 2013 году, если я не ошибаюсь, оба фестивали объединились, и вот стал существовать, собственно, театральный синдром в том виде, в котором он есть сегодня. Ну, если вести счет с 2004 года, то это уже 14-й фестиваль. Да, это большой уже срок. Напомните, в какие даты в Красноярске будет проходить фестиваль? Соответственно, фестиваль открывается сегодня, как вы отметили, первым показом спектакля Кабаре Брехт, и продлится до 2 июня. Программа очень насыщенная. В общем-то, как и первый спектакль, так и все последующие спектакли, это спектакли Санкт-Петербургского театра «Ленсовета». У нас вот в этом году сложилась прекрасная коллаборация с ними, чему мы очень рады, и, надеюсь, также и красноярцы ожидают этот театр и гостей города театральную труппу. И вот за этот период пройдет 8 показов, всего 4 спектакля, ну и плюс, как... Ну, они все дублируются, они повторяются? Кажется, спектакль, по-моему, по 2 раза играет? Да, практически каждый. Практически, да. Кроме вот последнего спектакля «Три сестры», три других спектакля, это Кабаре Брехт, «Город Женитьбы Гоголь» и «Мамбет Кино», они пройдут по 2 раза. Задействованы 3 площадки, это театр Пушкина, театр оперы и балеты и тюз. Ну, собственно, туда мы... А в театре «Юнного зрителя» увидят премьерный спектакль, смешиваясь? В театре... В театре «Юнного зрителя» у нас состоится, так называемая, специальная акция, это будет моноспектакль Юрия Бутусова «Мама» по пьесе Аси Волошиной. Возможно, вот о ней и вы, и красноярцы, слышали. Она автор нашумевшей достаточно пьесы «Я не боюсь сказать». И вот это будет такая особенная история, как дополнительная. Ну и плюс традиционно мы делаем параллельную программу фестиваля, и в этом году она тоже будет. Будут встречи с актерами, будет мастер-класс Юрия Бутусова. И еще первый раз мы такой формат пробуем, будет футбольный матч между командой Ленсовета и командой актеров Красноярских театров. Так что я думаю, что на любой вкус у нас программа действительно насыщенная. Да, действительно, всегда театральный синдром дарит просто уникальные возможности, потому как 4 спектакля одного режиссера увидеть, это по-настоящему сложно. Ну и плюс ко всему еще, если учитывать, прошлого года опыт, это был спектакль театра Вахтангова, который вообще первый раз привезли в Сибирь и вообще, в принципе, за Урал. Потому как это довольно-таки сложно, и людям, ну, может быть, сложно будет попасть на спектакли уже, потому как с билетами большие проблемы. А вот относительно мероприятий, они все бесплатные будут, ну, там, допустим, то, что будет у творческой встречи с Бутусовым. Да, вы знаете, вот на мероприятия параллельной программы, чтобы попасть, это нужно, единственное, наверное, зайти в интернет, уточнить время и место проведения, и, пожалуйста, бесплатное посещение. То есть все желающие, ну, единственное, я думаю, что вот мастер-класс режиссера Юрия Бутусова больше ориентирован на профессиональное сообщество. Ну, а футбольный матч, я думаю, открыт для всех. Это будет интересно и любителям спорта, и любителям театра. А что касается самих показов спектаклей, то, в общем-то, у нас была беспрецедентная ситуация, билеты были раскуплены чуть ли там, вот, не в первые часы, да, практически. И, конечно, ну, вот те счастливчики, кто успел, они попадут и своими глазами увидят действительно одни из лучших постановок современной отечественной сцены. Вот, но я надеюсь, что у нас, возможно, это не последнее сотрудничество с прекрасным театром Ленсовета, и, ну, мы подумаем, возможно, и когда-то в будущем. Да, много еще прекрасных спектаклей, которые можно будет привезти из Москвы и из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое, что пришли к нам этим утром. Елизавета Крохина, пиар-директор фонда Михаила Прохорова.